Продолжение следует... Продолжение следует... Он насиловал девушку, избивал ее, угрожал убить, а когда уходил из дома, приковывал к некой конструкции, рассказывает сестра Екатерины в интервью изданию «База». Ее держал мужчина, что там привязывал ее, руки заклеивал, там связывал, рот скотчем заклеивал. Он говорит, Лена, он постоянно ходил за мной, у него был нож, он прятал нож и угрожал ей при этом. Что, видимо, шаг влево, шаг вправо, там расстрел. Чискидов, по версии следствия, познакомился с Екатериной на автовокзале, когда ему было 37, а ей 19 лет. Он предложил девушке выпить у него дома, она согласилась. И с того дня больше ни разу не покидало жилье насильника. Однажды Чискидов привел в дом другую женщину, Оксану, представив ее своей женой. Спустя два года, в 2011-м, он убил ее во время ссоры. Все это время соседи ничего не знали о происходящем. Они называли Владимира Чискидова и его мать странными, нелюдимыми, а некоторые и вовсе считали, что их дом заброшен и там никто не живет. Семья привлекла внимание только в июле этого года, когда мать Чискидова вызвала сыну скорую психиатрическую помощь, а Екатерине удалось убежать. Вскоре Чискидова арестовали, обвинив в похищении, изнасиловании и убийстве. Его мать проходит с ним обвиняемой в деле о похищении. Вы 14 лет таили тайну. Почему не сказали? Почему не рассказали? 14 лет таили тайну. Это одна из немногих историй о рабстве в современной России, которая дошла до суда. Хотя их сотни тысяч, говорят правозащитники. Речь идет как о сексуальной эксплуатации, вовлечении в порноиндустрию, так и о торговле органами, младенцами, принудительном попрошайничестве и труде, опекунстве с целью эксплуатации и даже так называемых трэш-стримах, прямых эфиров в интернете, авторы которых эксплуатируют, унижают и причиняют другие виды психологических и физических страданий приглашенным гостям. Согласно статистике судебного департамента с 2020 по 2022 год включительно, в уголовной статье «Торговля людьми» в общей сложности были осуждены 43 человека. Из них только 21 приговорен к реальному лишению свободы. Остальные либо к условным срокам, либо к штрафам. По статье «Вовлечение в занятия проституцией» за этот же период осуждены 163 человека. При этом соседняя статья Уголовного кодекса «Организация занятия проституцией» показывает, что у строителей борделей в России еще больше, чем вербовщиков. С 2020 по 2022 год по этой статье перед судом предстали 789 человек, подчеркивают авторы исследования купля-продажи человека, кто и как в России становится жертвой трафикинга. Одна из главных проблем, отмечают правозащитники, не привлечение к ответственности получателей секс-услуг. Главным образом от несовершеннолетних. Едва ли не единственное дело последних лет, дошедшее до суда, было возбуждено против 49-летнего депутата Дитьковского района Брянской области Алексея Городинского. На протяжении почти пяти лет он платил девочкам от 13 до 16 лет за секс с ним, записывая процесс на скрытые камеры. В феврале этого года Городинского приговорили к 13 годам строгого режима за проституирование несовершеннолетних. Вместе с депутатом задержали 19-летнюю сутенершу, которая подыскивала девочек из неблагополучных семей. Чаще всего подобные дела расследуются годами или не расследуются вовсе. Как это было в истории 20-летней Оксаны Ранцевой. В 2001 году она уехала на Кипр работать переводчицей танцевального коллектива. Так ей, по крайней мере, обещали знакомые, которые уже были на острове. По приезду девушку стали принуждать заниматься проституцией. Она сбежала с места работы, но её нашёл менеджер кабары. В итоге Оксану обнаружили мёртвой. Отец Ранцевый, Николай, требовал разобраться в деле и найти виновных. Но правоохранительные органы Кипра и России бездействовали. Тогда Ранцев обратился в Европейский суд по правам человека. В январе 2010 года Страсбург вынес решение, согласно которому в деле присутствуют все признаки торговли людьми и работы по принуждению. А расследование не проведено должным образом. Правительство Кипра заявило, что полностью признаёт свою вину и назначило трёх экспертов для расследования гибели девушки. Однако через несколько лет дело прекратили. Виновные в гибели Ранцевой так и не установлены. Это программа «Человек имеет право». Её веду я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной сотрудница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Софьи Русова и соосновательница фонда «Безопасный дом». Экспертка по проблеме торговли людьми Вероника Антимоник. Вероника, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а насколько, в принципе, актуальна проблема торговли людьми и рабства в 2023 году, в 21 веке, когда, казалось, об этом уже должны были все забыть, как о страшном сне? Мы считаем, что это одна из самых актуальных проблем современности. И очень важно понимать, что современное рабство отличается от того рабства, о котором многим известно. И основное отличие в том, что торговля людьми – это самое прибыльное преступление. То есть нет никакой другой преступной деятельности, которая приносила бы такой доход преступникам. И именно из-за этого масштабы приобрели такой размах. В чём отличие между, условно, средневековым рабством и нынешним? Ну, то есть сейчас, очевидно, нет рынка рабов. Или всё-таки существуют некие платформы в Дакнете или какие-то точки, где происходит вот эта вот передача людей за деньги от одного хозяина, условно, к другому? Ну, самое главное отличие в том, что теперь это нелегально всё-таки в большинстве стран мира, кроме Мавритании. Всё-таки раньше это было разрешено, и как бы это было обыденностью некоторой части реальности, данностью, с которой сложно было бороться. Сейчас это всё-таки признано преступлением, в первую очередь. Во-вторых, форм стало намного больше, больше различных способов вовлечения, способов эксплуатации людей. И, повторюсь, доход, который сейчас на это получают преступники, он намного выше. Хорошо. Давайте тогда вот о способах эксплуатации, способах вовлечения людей. Меня немножко смутили цифры, на которые я наткнулась. В 2022 году Международная организация по труду при Организации Объединённых Наций насчитала, что 28 миллионов человек вовлечены в рабский труд, и ещё 22 миллиона человек состоят в принудительных браках. И таким образом вот эти принудительные браки приравнивали к рабству. Почему? В принудительные браки действительно очень распространённая форма эксплуатации современного рабства. И это действительно является случаем современного рабства, потому что, по сути, ну, в основном это происходит в мусульманских странах и сообществах, женщины передаются во владение мужчине в другую семью, в которой они подвергаются сексуальной, трудовой, репродуктивной эксплуатации. По сути, ну, женщина в данном случае является товаром. И эксплуатация эта может быть монетизирована каким-то образом, то есть на этом можно получить какую-то выгоду преступную. Вот, поэтому это является формой современного рабства. Это принуждение, она не может свободно дать согласие или отказаться от этого, и она вынуждена делать всё то, что её обязывают в рабках этого принудительного брака. Вы сказали, что есть много разновидностей рабства в современном мире. Что ещё, вот кроме принудительных браков, рабского труда, наверное, сексуальная эксплуатация? Да, наиболее распространённая форма – это всё-таки коммерческая сексуальная эксплуатация, в основном то, что происходит в секс-индустрии, в большинстве случаев. Там как раз-таки может быть случаями торговли людьми. Существует много разных исследований на эту тему. И, ну, таким ключевым показателем является именно показатель принуждения, что человек не может свободно самостоятельно выйти или отказаться от этого. И все случаи по отношению к несовершеннолетним, которых тоже очень много, являются автоматически случаями торговли людьми современного рабства. Второй распространённостью формы является трудовая эксплуатация. Она распространена примерно так же, в разных странах разные соотношения. И помимо неё существуют также другие формы эксплуатации принуждения. Например, принудительное попрошайничество, эксплуатация криминальной активности, коммерческая и репродуктивная эксплуатация и торговля органами. Но вообще в России присутствуют все формы торговли людьми. И на протяжении 20 лет, в которых я работаю в этой сфере, я сталкивалась абсолютно с разными случаями, с разными формами эксплуатации. Но я убеждена, что сексуальная эксплуатация – самая распространённая форма для России. И после неё идёт принудительный труд. И потом уже все остальные формы тоже достаточно представлены. Спасибо большое. Вероника, оставайтесь с нами. Я хочу переключиться сейчас на Софью Русову. Вот в недавнем исследовании, которое в самом начале разговора я приводила в пример, упоминается, что в России было зафиксировано за минувший год более 1 миллиона 800 тысяч случаев купли или продажи фактов людей. Скажите, пожалуйста... И эта цифра заметно выросла в сравнении с прошлыми годами. С вашей точки зрения, что на это повлияло? И какое отношение война, которую Россия ведёт на территории Украины, какое влияние она оказывает на вот этот вот рынок торговли людьми? Global slavery index, который приводился в пример, они делали помарку по поводу того, что ситуация, связанная с начавшейся войной в Украине, до конца не исследована. И отметили, что всё-таки международные институты делали всё возможное от себя, чтобы и в том числе гражданское общество и власти самой Украины, чтобы предотвратить ситуацию торговли людьми, как по отношению к мужчинам, так и по отношению к женщинам. Поэтому то, что касается, например, ситуации, связанной с военным конфликтом, мне кажется, это как и в ситуации домашнего насилия, очень часто спрашивают про рост, но он ещё будет виден чуть позже. Грубо говоря, вот в этот индекс, который цитировался сейчас накануне Международного дня борьбы торговли с людьми, полностью комплексное исследование ситуации, связанной с Украиной, он как бы не вошёл. Хотя, безусловно, мы понимаем на примере других стран, которые оказались в зоне военного конфликта, что в связи с перемещёнными лицами, в связи с потоком беженцев, ситуация становится опасной для, в первую очередь, уязвимых групп. А кто у нас уязвимые группы? Это девочки и женщины. И, как мы же говорили, в массе своей это все, в том числе ООН отмечает отдельно, что в первую очередь в ситуацию торговли людьми в современном мире попадают девочки и женщины, в том числе в ситуации военного конфликта. Поэтому, мне кажется, здесь нужно смотреть, каким выводом и какие данные будут представлять разные профильные ведомства Украины, и в том числе некоммерческие организации, которые тоже очень эффективно работают на предотвращении этого. В чём разница между Россией как раз? Многие страны научились, как минимум, говорить об этой проблеме, пытаться её решать, не замалчивать. То, что мы видим сейчас, в России она практически не поднимается. И со стороны, ну, по сути, наверное, разве что больше степени коммерческих организаций она поднимается. А если посмотреть на данные судебного департамента статистики за последние два года, то это совершенно небольшое количество дел, которые были возбуждены, плюс вот по статьям, которые касаются напрямую торговли людьми, так и статьям, которые связаны с сексуальной эксплуатацией, организацией вовлечения в проституцию и так далее. Там не наберётся в общей сложности тысячи приговоров. При этом масштаб даже по сообщениям в средствах массовой информации мы видим, что намного больше. И вначале уже вы говорили о ситуации в Челябинске, но вот эта же ситуация как раз классическая, когда эксплуатация женщины, помимо того, что это удержание, возможно, похищение, но это многолетняя сексуальная эксплуатация, как и в деле Скопинского маньяка Мохова, который это делал длительный период, так и в этой ситуации. Но статьи, по которым будут судить, вероятно, и осудят человека, который это совершал, они не будут по большому счёту связаны именно с статьями, связанными о торговле людьми. Хотя, безусловно, это эксплуатация сексуальная. Ну, может быть, следователи в таких случаях идут по тому пути, что нужно более тяжкое обвинение какое-то предъявить о похищении человека, сексуальное насилие, убийство там тоже вроде как бы вменяют вот этому подозреваемому сейчас. И тогда, ну, зачем тут ещё размывать всю эту историю какой-то там торговлей людьми? Может быть, такая логика? И поэтому так мало дел доходит до судов, связанных так или иначе с торговлей людьми? Вот я могу, простите, привести данные. Например, я смотрела у нас по данным за два года по статье «Торговля людьми», 127-я статья Уголовного кодекса, часть 1-я, в общей сложности осуждено всего 43 человека. Мне кажется, что это много. Вот вы говорите всего, понятно, если 1 миллион 800 тысяч случаев по меньшей мере в год в России фиксируются, то 43 человека, наверное, мало. Но человеку, который не погружён глубоко в тему, кажется, что это много. 43 человека, которые торговали людьми, это как-то даже слишком. Нет? Нет, более того, всё-таки просто данные суда – это только то, что дошло. Где есть приговор. И мы знаем по той же ситуации с домашним насилием, что далеко-далеко не во всех случаях удается привлечь к ответственности, и более того, чтобы приговор дошёл до суда. В этом есть схожесть, потому что здесь есть гендерная дискриминация и подход к расследованию. Опять же, почему у нас в России точные данные я не могу привести, потому что они разнятся. И даже МВД на те же журналистские запросы иногда даёт разные данные по поводу пропавших без вести. Если мы комплексно посмотрим, в том числе, насколько людей пропадает без вести, гендерную составляющую, и люди в розыске годами не находятся, что с ними, куда они пропали. Это не всегда маргинальные группы, не всегда уязвимые пропадают и становятся жертвами, например, той же торговли людьми, люди совершенно из разного контекста. Только за прошлый месяц было несколько историй, которые стали публичными в разных регионах России. Они касались сексуальной эксплуатации и трудовой эксплуатации. В частности, например, в Поволжье мужчину принуждали торговать мобильными телефонами. Он гражданин, кстати, России. Про мигрантов это вообще отдельная история. Это боль, я думаю, многих правозащитников. Я просто напомню зрителям и слушателям о деле Гальянова. Оно было очень громкое, но по факту никого не привлекли к ответственности. Когда почти десятками лет в магазине продуктовом удерживались мигранты. Причем это все происходило в Москве. Ну да, это район отдаленной Москвы, Гальянова. Первый сигнал поступил, я сейчас скажу точно, в 2002 году. Тогда хозяйка магазина очень жестоко избила работницу. И там не получилось замять. Возбудили дело по поводу жестокого обращения. Потом шли года, женщины продолжали бить, они вербовали новых. Потому что тут же как, в чем еще проблема торговли людьми. Вопрос вербовки у нас вообще никак не расследовался в этих делах. Вопрос бездействия полиции. Ведь потому что в деле Гальянова даже жители это замечали и жаловались. Обращались в полицию, в прокуратуру, что им кажется. То есть тут даже, можно сказать, редкий случай, когда граждане сами проявили бдительность. Что что-то происходит не так. И полное игнорирование было. Более того, сотрудники полиции, как известно, уже из предварительного расследования, скажем так, они были в курсе. Потому что они возвращали тех, кто пытался сбежать из этого магазина. Были коррумпированы. Но никто не привлечел к ответственности. Но это просто было... Ну, по всем федеральным каналам показали. И ничего. Это вопрос, кто как подходит к решению этой проблемы. Спасибо, Софья. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Веронику. А вообще, насколько сложно человеку выбраться из ситуации рабства? И кто, и чем ему может помочь в этом случае? Ну, не знаю, там, государство может чем-то помочь? Ну, еще одно отличие как раз современного рабства от классического в том, что в современном рабстве и торговле людьми людей удерживают в основном психологически, не физически. И действительно, есть такие мифы, стереотипы. И люди часто, когда слышат о проблеме, представляют, что там кого-то где-то наручниками приковывают, запирают, избивают и так далее. Но преступники тоже используют какие-то более современные уже способы. И в основном механизмы удержания, они другие. Самые действенные — это угрозы и долговая кабала. То есть, главным образом, почти всем пострадавшим угрожают. Угрожают сделать что-то с ними самими и с их близкими, потому что чаще всего преступники очень хорошо знают о том, где находятся их близкие, кто там, какие члены семьи, какие еще люди, угрозы для которых могут быть действенными. И второй такой наиболее распространенный способ — это долговая кабала, когда преступники человеку объясняют, что он или она должна какие-то деньги за что-то. Там есть совершенно разные механизмы образования этого долга. И, к сожалению, многие пострадавшие вообще не знают, что то, что происходит, это такое преступление. И многие из них могут считать, что их просто обманули, им не повезло, они попали в такую плохую ситуацию. И они не могут просто уйти, потому что, во-первых, их найдут и что-то сделают с ними или с их близкими. Во-вторых, они все равно останутся должны эти деньги, которые вот их заставляют выплатить за что-то. И, соответственно, люди могут продолжать оставаться в этой ситуации. И чем дольше они там находятся, развиваются различные механизмы там травматической привязанности, все равно такая ситуация постоянного принуждения и насилия, она очень сильно меняет отношение человека к себе и к этой ситуации. И чем дольше, тем сложнее уже из этой ситуации выйти и уйти. Все преступники это прекрасно знают. Ну, а вот если, простите, да, простите, я вас тут перебью, но вот, а если человек действительно не буквально привязан к наручниками, не пристегнут к наручниками там к батарее, а может самостоятельно более-менее передвигаться, он куда может пойти в этой ситуации, чтобы рассказать? Если он придет в обычное отделение полиции, его выслушают, его примут всерьез, его рассказ? Ну, вот в этом состоит как раз вторая часть проблемы. Да, я не договорила, что некоторые люди находятся десятками, десятилетиями. Просто есть случаи, когда 20-26 лет у нас были в практике случаи, люди находились в эксплуатации. Ну, во-первых, они не понимают, что это преступление. Во-вторых, они не знают, куда обратиться. А в-третьих, если даже они находят, обращаются, они не всегда получают ту помощь, на которую они имеют право вообще по каким-то международным стандартам. И, к сожалению, если они пойдут в полицию, чаще всего у них как минимум не примут заявление, потому что для правоохранителей не всегда очевидно, как доказать наличие состава преступления. У них один из первых вопросов. А ты могла свободно уйти? Могла. Ну, в чем вопрос тогда? Почему ты не ушла? Так же, как с домашним насилием, кстати. Тут очень похожая реакция. А максимум могут еще посмеяться, либо возбудить даже какое-то дело в отношении человека, потому что большой процент пострадавших – это мигранты. И их могут обвинить, например, в нарушении миграционного законодательства. Их могут выдворить или депортировать. И во многих случаях эксплуатации преступники еще принуждают людей к совершению каких-то сопутствующих преступлений. И, соответственно, в этом их также могут обвинить, в отношении них даже уголовное дело завести. Поэтому обращение в полицию в меньшем случае ни к чему не приведет, а в большем может принести еще больше проблем. А куда? То есть самостоятельно идти туда практически не стоит, мы не рекомендуем и ничего не даст. Но, к сожалению, в России у нас нет никаких государственных программ, у нас нет федерального закона, как в других странах, против торговли людьми. И проблемой занимаются только некоммерческие организации. И мы вообще единственная организация, которая работает во всех направлениях предотвращения торговли людьми и которая именно на этой теме специализируется. И, к сожалению, ресурсы очень ограничены, потому что поддержки со стороны государства нет. В общем-то, удается сделать не так много, как мы хотели бы и могли. Спасибо большое, Вероника Антимоник, соосновательница фонда «Безопасный дом», экспертка по проблеме торговли людьми, была на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос сейчас задать еще Софье Русовой. Софья, вот вы упоминали о пропавших без вести и сказали о том, что какая-то часть из них естественным образом становится жертвами трафикинга. Это так называют еще тоже торговлю людьми. А проводились ли какие-то исследования на самом деле из того количества людей, которые ежегодно пропадают бесследно в России? Сколько людей, вероятнее всего, погибло, а сколько были проданы или отданы в сексуальное рабство, например? Нет, такой статистики нет ни у ведомств, ни каких-то специальных исследований, к сожалению, в России не проводили. Я могу только предполагать, что часть людей, которые никогда не находятся, они либо, как в ситуации могут быть, в Челябинске находятся в какой-то эксплуатации такого рода, это может быть и трудовая эксплуатация, это сбор, кстати, были случаи, когда, например, принуждали заниматься сбором ягод или грибов, то есть такой труд, например. И действительно попросить о помощи бывает сложно, страшно. И главное, нет веры в институты, которые в стране могли бы защищать. И что меня огорчает, что на данный момент, ну, говорить о том, что в России, может быть, предприняты какие-то программы профилактические, когда мы как бы отстранились от каких-то партнерских программ, проектов, мы просто вышли, нас исключили из Совета Европы, и как бы у нас теперь свой суверенитет совершенно, мы в ту сторону не смотрим. Это касается всех направлений защиты прав человека, и, к сожалению, торговли людьми в том числе. К сожалению, да. Спасибо большое. Сотрудница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия, Софья Русова, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова